Загадочная черная коробка. Вы замечаете, что смотрите на нее, когда подключаете громоздкое зарядное устройство в розетку. И для чего она нужна? И вообще, что мы знаем о лэптопах? Например, как они работают в космосе? О, мне есть что вам рассказать. Одним из первых лэптопов был Osborne 1 в 1981 году. Он был тяжелее шара для боулинга, а крошечный черно-белый экран не намного больше игральной карты. У него также не было батареи, так что он должен был оставаться подключенным к розетке. Очень похоже на типичный лэптоп. Но предок вашего ноутбука назывался портативным, просто потому что его можно было переносить в футляре. В конце десятилетия появился ZDS Super Sport. О, это был серьезный шаг к настоящим портативным компьютерам. Этот лэптоп имел встроенную батарею, которая обеспечивала устройству три часа работы. Но он все еще был очень тяжелым и имел массивный адаптер для подзарядки. Время шло, и ноутбуки становились все тоньше и легче. Но адаптеры оставались громоздкими. Все потому, что современным портативным компьютерам нужен определенный тип питания. Постоянный ток. А из розетки выходит переменный ток. По сути, этот черный кирпич преобразует переменный ток в постоянный и снижает напряжение, чтобы безопасно зарядить аккумулятор лэптопа. Адаптер содержит сотни сложных электрических компонентов. Так что, к сожалению, его нельзя уменьшить до размера спичечного коробка. По крайней мере пока. Но тогда почему коробка нагревается, если она является гарантом того, что в батарею не попадет слишком много тока? Именно поэтому, когда она работает, часть энергии от внутренних процессов теряется в виде тепла. Так что в следующий раз, когда во время подзарядки лэптоп нагреется, не переживайте, это просто физика. Но если он станет слишком горячим, обратитесь к специалисту. Но почему у разных лэптопов разные зарядки? Очень грустно бывает осознать, что свою забыл дома, а зарядка друга не подходит. На то есть две причины. Во-первых, лэптопы разного размера, так что сложно стандартизировать одну зарядку для всех. А во-вторых, компании хотят, чтобы вы покупали зарядки только у них. Но есть и хорошие новости. Универсальный разъем USB-C становится все более распространенным. А что если вы не можете воспользоваться зарядкой? Например, вы в походе. Любой пауэрбанк для телефона не подойдет. У него недостаточно емкости для ноутбука. Придется купить специальную портативную зарядку для лэптопов, у которой в 10 раз больше энергии, чем нужно телефону. Или можно попробовать солнечную батарею. Зарядные устройства будущего состоят из складной солнечной панели и провода, подключающегося к девайсу. Единственный недостаток — на улице должно быть солнечно. Так что никаких киноночей в походе. Извините. Есть еще один вариант. Вообще не пользоваться проводным соединением. Лэптопы с беспроводной зарядкой уже появились на рынке. Для подзарядки девайса они используют электромагнитное поле. Вау, круто! Главный недостаток — низкая производительность. Старые добрые провода полностью зарядят ваш лэптоп намного быстрее. В ближайшем будущем мы, возможно, будем заряжать девайсы так же, как заправляем автомобили. Бензином? Нет. Компьютеры станут сложнее и будут требовать больше энергии. Батареи окажется недостаточно. Есть решение — топливные элементы. Они генерируют электроэнергию через химические реакции, а не получают ее из розетки. На рынке есть лэптопы, которые будут работать практически вечно. Секрет в заменяемых батареях Тогда как у большинства лэптопов установлены встроенные батареи, эти можно менять на ходу. Так что если у вас два слота для батарей, можно просто чередовать их, и ваш лэптоп никогда не разрядится. Кстати, название «лэптоп» немного устарело. Хотя «лэп» и переводится с английского как «колени», не стоит класть на них ноутбук, потому что ваши ноги блокируют вентиляционное отверстие, а без потока воздуха устройство будет перегреваться. Ноутбуком лучше пользоваться на твердой плоской поверхности или охлаждающей подставке. Мне кажется, пора придумать для лэптопа новое название. Пишите идеи в комментариях. И кстати, в чем разница между лэптопом и ноутбуком? Раньше ноутбуками назвали более маленькие и легкие лэптопы. Сегодня же разница между ними стерлась. Эти термины взаимозаменяемы, и продавцы в магазинах электроники вас в любом случае прекрасно поймут. Как думаете, смогут ли лэптопы полностью заменить настольные ПК? Ведь они настолько же хороши в плане производительности и функциональности. Но многие до сих пор пользуются настольными компьютерами из-за их надежности. К тому же ПК обычно дешевле, чем лэптоп с такими же характеристиками. Удобная мобильность дорого стоит. Лэптопы по-прежнему популярнее настольных компьютеров. Но мобильные телефоны превзошли их всех с точки зрения потребительских предпочтений. А если вы до сих пор не решили, что выбрать – ПК или лэптоп, подумайте вот о чем. Лэптопы потребляют на 80% меньше электричества, так что вы сможете сэкономить на оплате счетов. Обычному лэптопу нужно где-то 50 ватт в день. Меньше, чем простой лампочки. Хороший ноутбук может стоить невероятно дорого, и на то есть причины. Посмотрите на настольный компьютер. У вас есть монитор, системный блок, клавиатура, мышка, колонки, веб-камера и так далее. А теперь представьте, что несете все это по улице. Компании тратят кучу денег, чтобы уместить все это в компактном и легком девайсе. На презентации первого MacBook Air Стив Джобс достал его из бумажного конверта. Кстати, о мышке. Самая первая была не похожа на свою современницу. У нее был деревянный кубический корпус и всего одна кнопка. Она передвигалась назад, вперед, влево и вправо с помощью двух металлических дисков внутри. Устройство получило свое название из-за того, что провод, подсоединяющийся к компьютеру, напоминал хвост мыши. Эй, а почему они не подумали про хвост крысы? Дважды кликните по крысе и выберите новое название. Звучит непривычно, не так ли? В любом случае, сегодня бедная маленькая мышка практически полностью лишилась своего хвоста и почти проиграла тачпаду по популярности. Лэптопы используют в космосе. На борту МКС, где работают и живут космонавты, их около сотни. Они модифицированы для работы в таких условиях и соответствуют особым требованиям безопасности. Например, охлаждающую систему лэптопа переделали так, чтобы он мог работать в условиях низкого давления. Розетки на МКС мало похожи на обычные. Так что адаптеры также модифицировали. И если вам интересно, у космонавтов есть интернет. Кстати, есть одна хитрость, как зарядить лэптоп с помощью аккумулятора автомобиля. Но для этого понадобится древняя технология. До того, как USB-порты встроили в автомобили, мы использовали так называемые портативные преобразователи мощности, которые подключались к центральной консоли. Так получилась розетка на ходу. Вы всегда можете подключить свой лэптоп к одной из таких и отправиться в поездку, пока он заряжается. А если подключите к такой розетке Boombox, это будет настоящий олдскул. Класс! Хотя нет, это уже слишком олдскул. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединитесь к Эдми. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok